Участники готовят свои яхты и спускают их на воду. Первые уже отправились покорять просторы Абского моря. Турнир Сайбириан Рива собрал немало спортсменов, более 40. Среди них и яхтсмены из Берска. У Виталия Иванова вся семья увлекается парусным спортом. У меня родители занимались еще в детстве сами. Сейчас папа на большой яхте гоняется. Мама просто ходит на своей яхте с папой вместе, по выходным со мной. Это областные соревнования. Помимо берчан и новосибирцев за победу приехали бороться и красноярцы. Тренер отмечает здесь только лучшие. Те, кто прошел отборочный этап в родном городе. Для них это уже определенная победа. А здесь уже будем смотреть, победить сильнейший, как говорится. Так что надеемся занять какие-то места. То есть в классе луч, в классе оптимист, возможно, что-то у нас будет. Соревнования проводились напротив центрального пляжа Академгородка. До туда ребятам нужно было еще добираться из яхт-клуба. Следом и наша съемочная группа. Мы уже вышли на воду. Погода сегодня отличная как раз для соревнований. Отсюда хорошо видно спортсменов и их яхты. С катера за ребятами наблюдать в сто раз интереснее, нежели с берега. Участникам было необходимо максимально быстро пройти дистанцию, отмеченную оранжевыми знаками. Время одной гонки немалое – порядка 40 минут. За спортсменами наблюдали строгие и внимательные судьи. Есть такое правило, 42-е правило, где средства движения. Яхта может двигаться только с помощью ветра и волны. Никаких других приспособлений не разрешается. И поэтому ампайры следят на воде за этим правилом. Соревнования юных яхтсменов длились три дня. Итоги уже известны. В командном зачете класса «Оптимист» золото взяли новосибирские спортсмены. Серебро у берчан, а бронза досталась команде из Красноярска.